Всем привет! Сегодня у меня очередная подборка классных фильмов, фильмов, от которых вы останетесь под впечатлением. Первый. Старик с пистолетом. 2018 год. США, Великобритания. Режиссер Дэвид Лоури. В ролях Роберт Редфорд, Кейси Аффлек, Си Си Спейси. Продолжительность 1 час 33 минуты. Криминал, биография. Отличный фильм, основанный на реальной биографии грабителя банков Форестера Такера, который большую часть своей жизни провел в тюрьме и стал известен как мастер побегов. Как он говорил о себе сам, совершил 18 успешных и 12 безуспешных. За основу фильма взята статья Дэвида Гренна, журналиста The New Yorker о Форесте Такере. Действие фильма происходит в 1981 году, когда Такеру было 61 год, хотя в фильме ему 78. Вместе со своими друзьями он грабит банки, и это делает его по-настоящему счастливым. Он просто не может жить по-другому. Форест самый вежливый грабитель на свете, настоящий джентльмен и никогда никому не причиняет вреда. И нелюбимая женщина, ни детектив, идущий по его следам, не могут его остановить. Это его жизнь. Роберт Редфорд в роли Такера просто восхитителен. Да и в любом другом фильме он всегда был симпатичным персонажем. С первых его фильмов, как «Буч, Кэссиди» и «Санденс Китт», и даже до небольших ролей, как в фильме «Пит и его дракон». Он всегда обладает харизмой, чтобы очаровать аудиторию. Следующий отличный фильм – очередной шедевр Клинта Иствуда, как режиссера и актера. Пожилой ветеран Корейской войны Олд Ковальски недавно овдовел. Сыновьям он не нужен, да и сам он зол на весь мир. У него нет друзей, за исключением парикмахера. Олд ведет уединенный образ жизни со своей собакой Дейзи в старом доме в рабочем районе Хайленд Парк пригороде Детройта. В последнее время район претерпел изменения. Белых американцев почти не осталось, и теперь соседи Уолда – люди разных национальностей, а рядом с ним живут выходцы из Азии, которых он терпеть не может. На улицах орудуют молодежные банды. Единственная его радость – это автомобиль Ford Grand Torino 1972 года выпуска. Но события складываются таким образом, что Уолду придется пересмотреть свои взгляды и фактически стать защитником своих восточных соседей. Третий – «Через вселенную», 2007 год. США, Великобритания, режиссер Джули Теймор, в ролях Эван Рэйчел Вуд, Джим Стерджес, Джо Андерсон. Продолжительность 2 часа 13 минут. Мюзикл, мелодрама, фэнтези. И «Вишенка на торте» – просто восхитительный фильм. Это причудливый и красивый фильм, в котором звучат 34 песни The Beatles и уникальный визуальный стиль режиссера Джули Теймор. Фильм невероятно оригинален. Песни The Beatles исполняют Бонна, Джо Кокер, сами актеры. Все песни звучат круто, особенно если вам попадется версия фильма с качественным звуком. Вам захочется скачать сунтрек, что, кстати, сделала я и периодически его слушаю. Событие фильма происходит в конце 1960-х годов. Времена активной гражданской позиции, протестов против войны во Вьетнаме и движения за мир. Молодой человек Джуд встретил девушку Люси и полюбил ее. Но она участвует в радикальном антивоенном движении и их взгляды расходятся. Джуду все равно придется оказаться в гуще событий, ведь он любит Люси. Фильм передает атмосферу тех времен пыл, страсть, идеализм и свободу, что сделало это время в истории таким замечательным. Посмотрите, очень рекомендую. На сегодня все. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Продолжение следует...